В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете ресурсотнабжающие организации провели учения. Производим осмотр электрооборудования, докладываем диспетчеры. О дыхательной гимнастике врачи ВРКБ. Почему она показана переболевшим коронавирусом? Пока дыхание сложное. И мне, когда руки опускаю, мне пока тяжело дышать. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинские появился новый инструмент. Кавай такой инструмент, он не только такой мягкий звук, красивый. Он еще в них никакой, посмотрите, красавец. На территории округа прошли учения по организации взаимодействия органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. Вместе им предстояло оперативно ликвидировать технологическое нарушение, связанное с обесточиванием жителей. По сценарию учений, из-за поломки оборудования произошло обесточивание в деревнях Белиутова, Калиновка и поселке Горки-Ленинские. Без электроэнергии остались более 500 жителей, а также два социально значимых объекта. И пусть сейчас это только учения, электромонтеры, как нужно действовать в подобной ситуации, отлично знают. Производим осмотр электрооборудования, докладываем диспетчеру, получаем команду на отключение электрооборудования. Затем заземляем, опять же, по команде. Схема давно отработанная. Одна из бригад занимается ремонтом поврежденного изолятора, а другая по команде диспетчера включает передвижную электростанцию. А она может работать целые сутки. Электроснабжение должно быть восстановлено за два часа, ведь без электроэнергии страдают не только местные жители, но и различные значимые объекты. Например, водозаборный узел рядом с ЖК «Май». По легенде, у нас один фидер на подстанции в ремонте, второй вышел из строя. Соответственно, отсутствует электроснабжение, объекты жизнеобеспечения, а именно ВЗУ-27. Решить возникшую проблему выехала аварийная бригада. Они оперативно подключили дизель-генераторное устройство. Его наличие предусмотрено на многих комплексах вода и теплоснабжения. Таким образом, учения завершились успешно. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Врачи уверены, всем людям, переболевшим COVID-19, нужна реабилитация, независимо от процента поражения легких. Об одной из его составляющих – дыхательной гимнастики – рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения ВРКБ Светлана Малиновская. Чтобы свести последствия перенесенного коронавируса к минимуму, важно вовремя начать реабилитацию. С седьмого дня – от начала болезни и до двух месяцев. Эти меры наиболее эффективны. Самой дыхательной мышцей является диафрагма. И в процессе заболевания, если человек дышит поверхностно, щадяще, то эта мышца вас убивает. И в дальнейшем, особенно если это тяжелые пациенты, которые лежат долго в полной позиции, наступает ее атрофия такая. И в дальнейшем все это чревато дыхательной недостаточностью. Чтобы укрепить межреберные мышцы и дыхательную мускулатуру, врачи советуют заниматься дыхательной гимнастикой. Пациент КВРКБ Ирина Варава признается, по совету врачей гимнастику делают, хоть пока и тяжело. Пока дыхание сложное, и мне, когда руки опускаю, мне пока тяжело дышать. Достаточно регулярно выполнять 2-3 упражнения. Например, в положении сидя, медленно поднимать руки на вдохе и опускать их на выдохе. Еще одно упражнение связано с диафрагмальным дыханием, когда кислородом поочередно заполняется сначала не из легких, а потом верхние отделы. Начинать следует тоже со вдоха. Показываю. Задержали дыхание на 2-3 секунды и медленный-медленный выдох. Основное условие – это медленность и плавность движения. То есть никаких резких выдохов, резких вдохов делать нельзя. После такой гимнастики хорошо около 10 минут полежать на животе, подложив под него подушку. Такие упражнения медики рекомендуют выполнять 5 раз в день. По 5 повторений от 3 до 6 месяцев. А вот воздушные шарики лучше не надувать. Многие медики считают эту практику не только неэффективной, но и вредной. Екатерина Борисова, Елена Кошелева, Видно-ТВ. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинский появилась новая пианино. Оно было закуплено в рамках национального проекта «Культура». В нынешнем году это уже не первый инструмент, который появился в Горках. Послушал звучание фортепиано наш корреспондент Максим Козлов. В период пандемии у сотрудников Дыши и Горки-Ленинский случались маленькие радости. Сначала сюда привезли несколько народных инструментов, потом одно пианино, и вот под Новый год еще подарок. Это государственная программа, национальный проект «Культура». Действительно замечательный проект, очень помогает таким бюджетным школам, маленьким школам, как мы, допустим, у которых нет собственных средств для приобретения шикарных, качественных, дорогостоящих инструментов. С некоторых деталей пианино еще не сняли предохраняющие заводские наклейки, но на нем уже активно ведутся занятия. Благо, что играть на новом инструменте – одно удовольствие. Старые инструменты, они глухие, они вот как в подушку, понимаете, вот такой вот… А новый инструмент – и объем, и звук, понимаете, вот как солнце, или как через матовое стекло смотришь на это солнышко. Название «Кавай» большинство обывателей мало что скажет, но специалисты знают, что эта фирма из страны восходящего солнца уже более века производит музыкальные инструменты самого высокого качества. Их создатели живут в Японии, был отец, потом сын, потом внук делают эти инструменты. «Кавай» – такой инструмент, вот он не только такой мягкий звук, красивый, он еще внешний какой, посмотрите, красавец. Мне кажется, ученики будут с удовольствием играть на этом инструменте. Инструментов в детской музыкальной школе прибавляется, а вот пространства нет. А к такому пианино хорошо бы и кабинеты подходящие. А потому к Дедушке Морозу в сотрудников заведения уже есть просьба. В этом году нам 55 лет, и хотелось бы нам иметь уже свое собственное помещение. У нас сейчас предновогоднее время, время чудес. Мы очень надеемся, что это реально. Действительно, под Новый год хочется верить в чудеса. А если сильно верить, то все обязательно сбудется. И новые замечательные инструменты получат еще и новый дом. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С 1 по 10 декабря 2020 года в России прошла декада, посвященная Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Эта декада – еще один повод привлечь общественность к решению проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, защиты их прав и интересов. Наш мобильный репортер побывал в Ленинской районной организации инвалидов, а здесь работа кипит. В период пандемии людям с ограниченными возможностями здоровья требуется повышенное внимание. В этом году декада помощи инвалидам совпала с акцией «Неделя доброты и щедрости». За это время участники организации получили более 300 продуктовых наборов. Это стало возможно благодаря участию коммерческих, общественных и муниципальных организаций округа. Там у нас живут бабушка-инвалид и внук-инвалид. В одну квартиру два наборчика. Помощь в сборе и доставке продуктов и предметов первой необходимости оказали 8 студентов-волонтеров из Московского регионального социально-экономического института, который располагается в Видном. Они собрали и доставили более 40 наборов. Несмотря на то, что декада подошла к концу, акция продолжается. В ближайшее время будут сформированы подарки для детей. Из-за пандемии многие массовые мероприятия оказались под запретом. Не стали исключением и театральные представления. Чтобы не терять связь со зрителем, театралы нашли выход – спектакли онлайн. Так театр-студия «Маска» Видномского золотого театра приглашает всех желающих 13 декабря в 17.00 на свой онлайн-показ. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш спектакль «Детские сны» 13 декабря в 17.00 в прямой трансляции. Премьера спектакля состоялась год назад. «Детские сны» – это необычная история о приключениях девочки Василисы в мире снов, где она подружилась с забавными персонажами-чудиками и путешествовала вместе с ними по облакам и в океане, побывала в лавке кукольника и увидела, каким может быть мир, если внимательно смотреть вокруг. Трансляция спектакля будет вестись на странице группы «Золотого театра» в социальной сети ВКонтакте. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!